всем почули добро пожаловать на мой канал парфюмерии а у нас очередное знакомство с новым ароматом ванклифф и арбуз я уже получала такой пробник и снимала обзор на миндальное дерево ссылочку я оставлю в инфобоксе кому интересно посмотрите там немножко я рассказываю про парфюмерный дом про историю так что в этом видео мы опустим это и перейдем к знакомству бои дуры золотое дерево аромат также находится в черном флаконе вот так выглядит флайер от миндального дерева и флакон и это золотое дерево когда я получил очередной пробник я думаю ой опять то же самое мне дали на пробу но оказалось что это новый аромат и этому я была очень рада я все хочу купить какой-то флакон мне так они нравятся не на полочке стоят причем мне нравится больше прозрачные флаконы вот тут вот видно какие есть и белый прозрачный но мне вот такие вот больше нравятся но как-то я тестировала на роли очень мне понравился аромат очень напоминает fleur наркотик но как-то вот все равно вот эта пудровость fleur наркотик мне мешает может быть нужно протестировать другое время года это было летом и было жарко ну как-то не захотелось мне купить целый флакон вот я в поиске я сильно много их не тестировала они стоят на полочке но в основном у меня за тесты идут за счет вот таких вот карточек за счет таких тестеров они здесь вот так вот прикреплены и приятно получить такую карточку причем тут с описанием туда же есть пирамида указано что здесь и как здесь вот такие вот коробочки и 2 миллилитра это очень такой хороший размер для за теста аромат 2017 года я его тестировала немножко разнашивала когда я нанесла его первый раз он так в начале сразу стартует довольно таки резко этот аромат унисекс и я думаю нет для женщины довольно таки резко носить но для мужчины неплохо звучит этот аромат идут какие-то такие алкогольные немножко даже пластиковые ноты какого-то такого пластмасса химии что ли на старте ну давайте по порядку аромат оказался от перцовым я люблю перец в парфюмерии не зря у меня здесь стоит черный перец вот такой вот свеже помолотый вкусняшка как вкусно стартует вот этой вот этим вот перцем вот этой приправой так сильно так ярко аж просто отрезвляет как будто вот просто открыл вот эту мельницу и вдохнул этот перец но конечно же перец не в чистом виде здесь и другие ноты на старте и поэтому все равно перечная нота она сглажена у меня есть еще один перцовый аромат и кто видел мои старые видео то наверное узнаете что здесь у меня от ливантик отказ тациана терринзи вот этот аромат тоже такой перцовый терпкий ядреный красивейший но здесь много перца тут и розовый и красный тут все какие могут быть перцы добавлены но и черный перец такой приправный я тоже здесь слышу здесь же я бы сказала что черный перец в основном преобладает оставлю это на потом скажу какой бы аромат перцевой в итоге я бы выбрала затестировав аромат позже я конечно же полезу на фрагрантику чтобы посмотреть пирамиду пирамида немножко отличается ну и на официальном сайте я тоже обычно смотрю потому что есть какие-то минимальные отличия причем если аромат выходит новый у него одна пирамида и потом со временем я смотрю уже дописали компоненты так было жан-польго тьеля бель я помню когда я делала обзор он только вышел была новинка было всего заявлено три ноты наверху в сердце и в базе сейчас я уже посмотрела когда делала подборку концу лета ароматов на бархатный сезон то посмотрела что там уже кожа в сердце заявлено ну то есть как бы меняется такое минимальное ну и конечно же стартует аромат я уже сказала черным перцем на фрагрантики тоже стоит что черный перец и минеральные ноты ну вот сейчас я нанесла пла пахнет какой-то такой металлический пластмассовый такой какой-то искусственный аромат присутствует но не скажу что он отталкивает или плохой мне он не мешает мне безумно нравится перец в этой же карточки у нас верхних нотах заявлено черный перец и так называемые горячие камни на самом деле когда я нанесла этот аромат и сразу же этот перец почувствовала думаю ой как вкусно какой классный аромат и вдыхая аромат действительно вот не знаю правда пахнет горячими камнями и на фрагрантики заявлено что это минеральные ноты но действительно больше я бы сказала это камни вот как пахнут раскаленные горячие камни но вот почему-то осязая этот аромат и прочитав что здесь горячие камни я сразу поняла не надо было мне объяснять я прям увидела эту картину как будто я всю жизнь нюхала эти горячие камни возможно это ассоциация если такой каменный пляж и вы лежите на таких кругленьких гладеньких камушках и когда жаркое такое солнце их нагреваю лежите лицом к этим камням то ощущается вот этот вот запах каменный старт прекраснейший аромат вот прям очень такой по моему вкусу я даже задумалась думаю они этот ли первый флакончик мне приобрести то есть если миндальное дерево мне не так сильно зашел именно из-за миндаля хотя аромат очень такой благородный дорогой и шикарный сразу же конечно же золотое дерево я полезла смотреть цену и цена в принципе производителя по моему 75 миллилитров вот эти флаконы идут на официальном сайте 130 евро по моему стоит то есть по сравнению с нишевой парфюмерии и другими парфюмами то это гуманная цена и звучит то он так дорого так благородно сразу чувствуется что что то такое необычное особое не на каждом встретишь такой парфюм и именно не то что там кухней пахнет или как-то как будто вы повар и от вас пахнет какими-то приправами а вот именно по парфюмерному так красиво обыграно что не скажешь что это еда аромат стартует довольно таки громко но потом со временем он смягчается стихает какими-то начинает пахнуть деревяшками такой кедровостью немножко таким каким-то табаком кожей даже я бы сказала такой тонкой замшевой аромат нейтральный такой благородный даже больше как-то мужской но мне приятно на моей коже этот шлейф я его постоянно этот перец я ловлю где-то что-то повернусь повеет ветер и этот перец прям самая вкусная нота в этом аромате для любителей перца в аромате присмотритесь протестируйте аромат такой какой-то немножко кофейный но я кофейные ароматы такие курманские сильно не люблю но здесь есть такое что-то какао и вот тут вот в базе есть бабы танка и белый мускус белый мускус мне в парфюмерии нравится и он звучит немножко по-другому чем обычный мускус это вот перцовость и так сказать минеральность камни горячие довольно таки продолжительное время звучит аромат так вот шлифит держится ну часа 45 наверное я бы сказал базе ну даже может быть к сердцу уже сильно от звучать ваниль этот аромат перцевой черного перца и ванили ваниль здесь очень так занимает большую роль позицию действительно для любителей ванильного аромата ванили кто любит в парфюмерии вам понравится этот аромат сто процентов я ваниль гурманскую такую печенешную кухонную кондитерскую в парфюмерии не люблю и здесь она именно такая кондитерская гурманская перец стихает и довольно таки ярко выходит на первый план ваниль и она звучит очень долго аромат очень ванильный и вот если бы на мой вкус они бы сделали бы ваниль потише пусть она будет здесь гурманская пусть она здесь будет печенюшечная это ваниль сладкая кондитерская я бы потерпела бы это потому что перец и другие ноты здесь так обыграны красиво солидно серьезно сразу представила какого-то молодого парня в костюме с галстуком собирается в офис и так это статусно именно вот молодого вот может быть там 20 от 20 до 30 лет такого начинающего только свою карьеру с таким чемоданчиком такой весь ухоженный в белой рубашке настолько шикарный и дорогой аромат вот просто красота но вот это ваниль она так сильно прет что она мне мешает она мне надоедает вот и его потише бы хочется вот ее немножко сбавить убрать обороты и аромат был бы просто идеальным то есть как бы вот цена для такого красивейшего аромата очень достойная и вообще аромат не распознает никто не скажет ой от тебя там пахнет dior или шанель каким-нибудь там стандартным люксовым ароматом действительно нишевое звучание и аромат необычно прошло время я его наношу и дальше продолжаю носить иногда ваниль звучит не так громко может быть я к ней привыкаю и вот мне аромат чем больше я его ношу нравится больше причем я его тестировала и нанесла несколько пшиков и они попали на шарфик вот он висит в прихожей или я его беру одеваю я каждое утро не знаю в течение нескольких дней ощущала этот перцовый именно перцовую ноту ваниль и уже не было слышно и каждый раз это было просто наслаждение надежде остается держится прям вот этот перец очень долго конечно если сравнивать касс тациона тренди но тут и цена в три раза в четыре раза больше идет за этот аромат и ван клифф конечно благороднее дороже все-таки звучит касс и обработка здесь такая кислиночка небольшая очень такой какой-то алкогольный что ли потом идет именно какого-то алкогольного напитка такая кислинка какого-то бренди мне нравится здесь именно такая рассольность как я называла ее делая обзор и другие перцы он более он такой тоже терпкий но он более мягче что ли звучит ну они очень похожи вот именно в этой перцовости но вот этот вот по-своему красив хорош и буду носить его дальше и прям вот я задумалась этот перец ну просто вкуснятие спасибо за внимание до новых встреч пока пока